МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суддела. Ничто так не радует в разговорах о российской экономике, как официальные отчеты о стремительном росте сельского хозяйства. Вот только почему-то реальное производство и потребление мяса, молока, яиц на душу населения в 2015 году оказалось ниже уровня 90-го года и ниже нормативов потребления. На коллегии Министерства сельского хозяйства было заявлено, что мы обеспечиваем себя зерном, картофелем, сахаром, растительным маслом и мясом. Потом в Госдуме прозвучала цифра, свидетельствующая о впечатляющем росте сельхозпроизводства на 5%. Наше сельское хозяйство, цитировали СМИ, радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал и развивается за счет современных инвестиций. Мнение большинства экспертов на самом деле сходится на том, что рост продовольствия в России отсутствует, причем давно. Потому что производство продукции сельского хозяйства и то, что мы потребляем, это разные вещи. Росстат объясняет все просто. Реальные цифры роста меньше, чем об этом заявляет правительство. Дело в том, что наш Росстат считает дважды. Первый раз, в конце января каждого года, когда объем сельхозпродукты определяется так называемым индексным методом, он применяется, когда нельзя просто суммировать тонны зерна и мяса с молоком. Если не вдаваться в математические дебри, то полученная цифра оказывается приблизительной. Например, подсчет индексным методом показал в 2015 году, что прирост составил 3%. А в 2016 году был аж 4,8%. По этим цифрам и отчитывается правительство. Но цыплят, как известно, считают по осени. И не только цыплят. Росстат в конце сентября каждый год корректирует первоначальные цифры, но уже с применением другого метода – валового оборота. То есть вся продукция теперь считается по стоимости. И в результате цифра оказывается меньше. В 2015 году после пересчета она составила уже не 3, а 2,6%. И во что превратятся рекордные 4,8% роста за 16-м в грядущем сентябре, пока не ясно. Алексей Зельднер, главный научный сотрудник Института экономики РАН, считает, что по предварительным данным, прирост продукции сельского хозяйства в 2016 году оказался всего 3 до 3,3%. Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований, говорит, после сельскохозяйственной переписи 2006-го Росстат скорректировал показатели стоимости валовой продукции сельского хозяйства, объемов производства картофеля, овощей, фруктов и ягод за предыдущие годы. Изменились главным образом показатели по хозяйствам населения. Например, приписка по валу 2006 года составила 18,5%, по картофелю 42,2%, по овощам 56%, по фруктам и ягодам 62,5%. Статистика, допускающая столь грубые ошибки, хуже, чем ее отсутствие. Первая перепись показала, что методику учета производства надо менять. Она дает возможность манипуляции данными, приукрашивает результаты по указаниям начальства. Но ее сохранили практически неизменной. Есть опасения, что после переписи 2016 года тоже произойдет корректировка. Выдающиеся достижения сменятся на более скромные. Но этого уже никто не заметит. В общем, сегодня экспертам достоверно известно, что общие показатели роста публикуются с приписками. Но именно по этим сведениям отчитывается перед правительством Минсельхоз в начале года. А когда отчетность исправляется в сентябре, это происходит незаметно и уже никого не интересует. Алексей Зельднер убежден, что рост валовой продукции сельского хозяйства – это несъедобный показатель. Какой рост не показывай, от этого не меняется ни производство продуктов питания, ни потребление их населения. Отчетность может кого и радует, но реальное производство и потребление мяса, молока и яиц на душу населения в 2015 году действительно оказалось ниже уровня 1990 года и ниже нормативов потребления. Данных за 2016 год пока полных еще нет, но вряд ли они порадуют. Откуда же возникает статистическая вилка? По данным Росстата, за последние 10 лет рост объема продукции сельского хозяйства составил 39%. Отличный показатель. Но верить ли ему? Ведь если продукции на рынке больше, а спрос, как говорят экономисты, не эластичный, но никто же не покупает хлеб и мясо впрок, то розничные цены должны снижаться. А это происходит у нас только в августе-сентябре, когда на прилавки выбрасываются овощи и фрукты нового урожая, которые хозяйство не в состоянии сохранить. Потом цены подскакивают опять, да еще и выше прежнего. Получается, в реальности не объемы произведенной продукции растут, а их стоимость. Алексей Зельдер считает, что удвоение цен происходит каждую пятилетку. С 2005 по 2010 год стоимость продукции сельского хозяйства увеличилась в 1,9 раза. С 2011 по 2016 в 2,2 раза. Ну и где же тогда продуктовое изобилие, которое могло бы сбить цены? На самом деле специалисты объясняют все очень просто. Регионы получают субсидии по результатам минувшего года. Покажешь результат, получишь субсидии. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова